да 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 богалей не смог объяснить причину остановки всем привет друзья вот такая была у нас замечательная история кто помнит кто не помнит может по ссылочке перейти я публиковал свое время полное видео то которое предоставила полиция в суд там на два с половиной часа если есть время и интерес я уверяю вас там есть на что посмотреть можете перейти и посмотреть в чем суть остановил значит полицейский богалей водителя остановил его просто так потому что придумал что тут у него какой-то там передвижной блокпост или контрольно-пропускной пункт или что-то еще но захотелось ему чтобы там находилась что-то что давало ему право остановить транспортное средство и проверить документы у водителя хотя никаких законных оснований он так и не предоставил в итоге все это переросло в задержание составление постановления абсолютно левого выдуманного и конечно же наша любимая 130 вылезла как же без нее и вот у меня недавно спрашивали по поводу того а привлекли ли вы кого-то к ответственности хоть какого-нибудь полицейского вот я вот на конкретном данном примере вам покажу что это такое привлечь полицейского к ответственности даже к дисциплинарности насколько это не просто чтобы вы понимали вот смотрите после того случая да еще раз скажу ссылочка в описании можете пойти посмотреть то как это все происходило если вдруг вы не помните что было дальше мной была составлена жалоба даже целых две жалобы одна жалоба на составленное постановление вторая жалоба на действия полицейских потому что там были грубые нарушения в том числе задержан задержанному не был вызван адвокат как того требует действующее законодательство на что от заместителя начальника упп города киева он же начальник службы мониторинга александра парамонова были получены две два ответа было первый ответ на жалобу на действия полицейских где парамонов сказал что все было как говорится в рамках чинного законодавства и никто ничего не нарушил как обычно также было решение по поводу составленного постановления где тоже парамонов отказал удовлетворять жалобу и отказал отменять составленное постановление при этом при этом в своем решении парамонов написал что командир роты полицейский рябцев поведомил что 5 8 23 года под час патрулювания в мести киеве пометив транспортный засед який рухался со знаками дтп та при переверции документов водой не предъявил для переверки посвящения воде это видны и категории то рейс трассе на документ на транспорт и за с чем порушил пункт 2 1 а 2 1 б правил дорожного движения но все дело в том что рябцев не останавливал транспортное средство данного водителя остановил транспортное средство богалей а рябцев нарисовался где-то через там 20-30 минут от начала остановки потому что богалей позвонил ему и сказал у я не могу помоги просто абсолютно никчемный полицейский не смог разъяснить водителю причины остановки ну потому что он их выдумал и не смог объяснить что же он хочет поэтому вот вызвал начальника и уже по факту получения данного решения я уже написал жалобу в департамент патрульной полиции потому что смотрел еще и в решении начальника этого парамонова тоже неправомерное действие то есть он внес официальный документ заведомо неправдивые данные которых не было объективно это говорит о том что ни черта он не рассматривал жалобу надлежащим образом а просто написал какую-то отписку и через какое-то время мне пришел ответ от департамента патрульной полиции где было указано что да они все-таки усмотрели основание для проведения служебного расследования долго молчали ничего не отвечали я вынужден был еще раз не обратиться с требованием предоставить мне копию служебного расследования вот я получил эту копию и немножко мы с вами ее почитаем так вот полицейский богалей денис игоревич который остановил транспортное средство в ходе служебного расследования пояснил что приблизно о 23 годы 8 хвилин зупынано транспортный засыпь такой-то номерный знак такой-то водитель которого категорично відмовлявся предъявляти документы на вимогу полицейских провокував конфликт такого вообще не было сперечався ты не бажав идти на співпрацю при этом богалей своих пояснениях не сообщает ни причину остановки ни причину проверки документов то есть вот ему захотелось он даже не додумался потом хоть как-то почитать и придумать какую-то реальную причину вот он так и пишет я остановил и потребовал документы а водитель низ не спив противов земной ну конечно потому что ты все выдумал с головы богалей вот и потом пишет узвязку зне ордена ситуацию все склалось богалей выклоков на допомогу рябцева своего вот этого непосредственного начальника неординарная ситуация абсолютно такого никогда не было просто богалей сколько он там служит кстати с 2019 года служит богалей и в двадцать третьем году спустя четыре года он столкнулся с неординарной ситуацией когда водитель начал требовать от него законные причины просто с ума сойти вместе с ним был полицейских лимненко денис николаевич он как написано повнестью петвердив по яснене надо не лейтенанта полиции более ну как же иначе круговая порука у нас как говорится процветает то есть всю ту чушь которую нес богалей подтвердил другой полицейский ну и это нормально следующий рябцев николай вячеславович вот он поясняет на служебном расследовании что о 23 године 15 хвилин засобом звязку с капитаном полиции связался лейтенант полиции богалей який виконував службови обовязки повязані з охорону громадского порядка на масте патона сбоку проспекту соборности в обедомил что у него выникла неординарная ситуация с водеем транспортного засоба та попросил подъехать допомогти прибывший на место подии капитан рябцев подошел поспілкувался и изъясував все остальные не обожаю предъявляти документ еще посвячить его право накрывание транспортного засоба оскільки обожаю запинку безпредставную дальше рябцев точно так же ничего не сообщает о том а что же там за причины остановки были что за причины проверки документов ничего не пишет вот просто вот хочу применяю полицейские меры без оснований и потом пишет что негодяй водитель не предоставил документы потому что ну вот негодяй где законные причины прописаны в законе 32-35 статья закона о национальной полиции рябцев тоже об этом ничего не пишет а потом рябцев еще пишет у крим того капитан полиции рябцев встановив ознаки наркотичного спьянини у водея в зв'язку с чим запровенував останемый протеолит на станц пьянения установлен в законном порядку да ну классика жанра кто видел видео оригинальное если кто не видел еще раз говорю можете сходить по ссылке посмотреть и вы увидите что когда уже водителя заставили в райотдел и спустя какое-то время после общения реакция вдруг внезапно говорит а вот мне кажется у тебя признаки наркотического опьянения на тот момент прошло уже более час общения с данным водителем то есть более часа никто не усматривал никаких признаков наркотического опьянения и тут внезапно рябцев их выявил рябцев у нас служит сколько смотрим с пятнадцатого года служит ряд то есть на тот момент он уже восемь лет в полиции служил патруль и за восемь лет так и не смог отличить человека трезвого от человека с признаками наркотического опьянения ну то есть тупо дно также рябцев не вызвал адвокат задержанного хотя задержал человека но при этом сказал чтобы протокол задержания составлял его коллега макиевский макиевский послушно взял под козырек и составил протокол задержания тоже молодец что пояснил макиевский тот который был вместе с рябцем а ничего а знаете почему потому что он находится в социальной отпусте для догляду за дитину до досягнания нею триричного века вот знаете почему взрослый подготовленный здоровый мужик который сейчас еще и будет подлежать мобилизации вдруг пошел в социальную отпуску для догляда за дитину объяснять не буду и еще один фигурант служебном расследовании это значит любчик ганна валерьевна это значит некая некая полицейская который дали рассматривать жалобу вот они так служебном расследовании так и пишут что есть значит по приказу ее командира пришла значит на рассмотрение жалоба то ту та жалоба которую я подавал на постановление там где парамонов отказал от менять постановление и все бы ничего и всем как бы понятно что сам начальник или замначальника не рассматривает эти жалобы но это мы понимаем да но по закону по закону нет такого чтобы жалобу рассматривал какой-то другой сотрудник которому начальник поручит рассматривать эту жалобу у нас в купап написано что рассматривает либо вышестоящий орган либо вышестоящее должностное лицо и никакая любчик рассматривать жалобу и писать проект решения не может по закону но они об этом нормально вот так вот признаются сознаются в своем этом служебном расследовании что еще раз подтверждает что жалоба рассмотрена ненадлежащим образом не парамоновым парамонову просто подсунули решение по данной жалобе и он его подписал а любчик потом начали тягать по служебному расследованию и она потом признала свою вину и сказала да это я такая неуважно була и написала на те что там и что самое интересное вот я вам это служебное расследование не не показываю там она очень большое объемное просто посмотрите на вот эту вот фотографию я скомпоновал всех фигурантов вот как они указаны в служебном расследовании смотрите видите пять фигурантов и каждый из них как написано характеризуется позитивно вот эти вот все позитивные полицейские нарушали закон нарушали права и свободы человека два из двое из них имеют непогашенные дисциплинарные взыскания на момент проведения служебного расследования но при этом все характеризуются позитив вот эти вот позитивные полицейские вот это вот все чудят их покрывает начальство они продолжают это чудить но виноваты во всем ну там блогеры там не знаю кто там провокаторы с камерами да вот это вот все мы придумываем водитель виноват конечно же во всем это только не вот эти вот позитивные замечательные полицейские а парамонов который подписал решение поставил свою подпись под решение он не фигурант служебного расследования его никто не рассматривает в качестве лица которое должно быть привлечено дисциплинарной ответственности хотя вот эти вот все люди это его подчиненные они все это начудили парамонов никак этому скажем так не мешал и никак за это не отвечает представляете вот они все виноваты а парамонов нет и и что самое интересное потом чем заканчивается служебное расследование видомости яки стали підставу для призначения службового расследования вважаты такими чё знайшли свое объективное подтверждение то есть уже даже в дпп как они там не любят покрывать своих они пишут что да что я прав в том что я написал эту жалобу я там объективные данные дал вот само дпп подтверждаю понимаете но но рябцев и любчик вот это вот самое написано что они подлежат дисциплинарной ответственности рябцев за то что он нарушил значит приказ 1026 по видеофиксации а также не вызвал адвоката задержанного подумаешь всего лишь всего лишь нарушил гарантированная конституция права на защиту такое за что за это наказывать надо ну и любчик тоже вот ненадлежащим образом подготавливала проект решения за это их написали следует наказать но прошел 6-месячный срок на привлечение к дисциплинарной ответственности и поэтому невозможно их привлечь то есть парамонов их покрывал изначально потому что как я говорю по первой жалобе парамонов написал что все замечательно дпп потом установила что нет не все замечательно что есть нарушение в действиях полиции но полицейских привлечь не смогли 6 месяцев прошло а парамонов который опять-таки ненадлежащим образом рассматривал жалобы он вообще не фигурант даже служебного расследования не фигурант я уже не говорю а там об уголовных делах или еще о чем кстати уголовное дело мы тоже открыли за нарушение права на защиту но там сидят такие же самые как вы знаете следователи гбр которые тоже не вижу не слышу никому ничего не скажу и ничего не расследует и вот все кто там пишут а привлекли кого-то к ответственности мне были случаи что привлекали так дисциплинарные как минимум но вот вот видите как я же не могу беспределить я же не могу их наказать самостоятельно каким-то иным способом кроме тех которые предусмотрены законом я действую в рамках закона я вижу нарушение я пишу жалобу соответствующему там должностному лицу либо органу они что делают а вот что они делают и все и все вот эти вот позитивные полицейские дальше продолжают служить и исполнять только не свои служебные обязанности исполнять а просто продолжают исполнять система сгнила друзья полностью и не только это касается полиции почему я показываю часто полицию полиции самый простой пример доходчивый для каждого а это происходит везде прокуратуре в сбу гбр в набу где угодно пенсионном фонде куда ни плюнь везде вот это вот просто разболтанная система государственного управления не работает поэтому накажем мы какого-то полицейского по дисциплинар даже накажем кого-то по уголовке ситуацию это не изменит никак система государственного управления вышла из-под нашего с вами контроля и не действует уже в наших интересах как написано об этом конституции поэтому привлечь не привлечь к ответственности это такое друзья ситуацию это не решит ну вот как то вот так на одном кадре возможно что-то этому под забыл не сказал но в целом я думаю ситуация понятно и еще раз кто хочет посмотреть всю эту эпичную ситуацию как она происходила на месте то по ссылочке в описании можете перейти на это видео я не доверяю национальной полиции и вам не советуют ну а ну а ну 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 ну